Время новостей Комфортные условия. Единственная средняя школа села Касымбек Жамбылского района переживает капитальный ремонт. На земле и на воде спасатели Алакольского района отработали различные варианты ЧАЭС. Студенты года. Учащиеся ЖГУ имени Ильяса Жанскурова вошли в топ-100 лучших студентов Казахстана. Дорожная карта занятости. В регионе реализуется 695 проектов. На 35 из них работы уже завершены. Следует отметить Аксусский, Инбикши-Казахский и Кирбулахский районы. Качество проводимых работ проверяют специально созданные 62 экспертные группы, в которых задействованы 390 человек. Но озабоченность главы Алматинской области вызывает состояние дел с объектами образования. До сих пор не завершены разработки ПСД на строительство шести школ в Ильейском, Жамбылском, Карасайском районах и Толдыкургане. Все, каждый, знаете, контролируйте. Вы, конечно, в итоге, сейчас не заметите, как время пролетит. Потом, видишь, в некоторых местах еще до сих пор тендерные процедуры не прошли. А в некоторых уже сдача идет. Потом, я в прошлый раз тебе говорю, везде надо, чтобы качество было. Везде качество должно быть. Это не так, что вот деньги дали, давай быстро, тяп-ляп, сделаем, как попало. Акимы тоже самое. Системно в области ведется работа по газификации. К подаче природного газа подключены порядка 1 миллиона 100 тысяч абонентов в 144 населенных пунктах. Недалек тот день, когда голубым топливом смогут пользоваться жители Аксусского, Сарканского, Лакольского, Раимбекского и Кигенского районов. Соответствующие средства выделены и разработаны проектно-сметной документации. Акимам районов даны указания. Несмотря на пандемию коронавируса, Международном центре приграничного сотрудничества «Харгос» реализуется 11 проектов на общую сумму более 420 миллиардов тенге. Создано свыше 200 тысяч 700 рабочих мест. Например, зерновой терминал «Товарищество Заря ЛТД» с ноября 2018 года обработал 2500 тонн зерна. Его выгодное территориальное местоположение и регулярное железнодорожное и автомобильное сообщение позволяют наращивать производство и использовать широкие возможности для экспорта. С проводимой работой на днях ознакомилась правительственная группа. Мы показали все объекты, внутри заехали, старую часть, там один из вопросов использования старого здания, где переход был, как выставочный центр. Этот вопрос на правительство не будут поносить. Посетили СЭС, оказали СЭС, Харгос, планируемый поселок, город Нуркент, Алтыколь. План мероприятий мы направляли в соответствии с вашим поручением. Это они будут рассматривать, итогом которого должно стать постановление правительства. Как отметила Кимобласти, вся работа в регионе должна проводиться с соблюдением мер безопасности в период карантина, поскольку ситуация с COVID-19 остается актуальной. В настоящее время рост числа заболевших в регионе колеблется от 1 до 6%. Амандык Баталов просил повременить с открытием летних лагерей и детских садов до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Евгения Присяжная, Камшат Мухаммеджан, Жасулан Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. Открытый разговор. Девять компаний намерены реализовать свои проекты на индустриальной зоне Арна в Капшигае. Это позволит решить проблему трудоустройства жителей города и окрестных населенных пунктов. О проблемах и перспективах реализации проектов говорили предприниматели на встрече с новым акимом города Нурланом Куматаевым. Общая площадь территории индустриальной зоны Арна составляет 1300 гектаров. Более 60% – 810 гектаров промышленные площадки. Другая часть предназначена для соответствующей инфраструктуры – автомобильных и железных дорог. На индустриальной зоне расположены крупнейшие заводы, такие как Маровымфуд. И это место весьма привлекательно для бизнесменов. В настоящее время в индустриальной зоне Арна находятся 180 собственников земельных участков. Из них 90 – это юридические лица, которые хотят начинать, но из-за отсутствия сетей, коммуникации они стоят. Причина только в этом. Я так думаю, сейчас первая линия индустриальной зоны Арна, то есть Маровымфуд и другие компании сейчас готовы уже. Они уже проект хотят разработать, если будет коммуникация, они говорят, мы готовы завтра приступить. Поэтому мы хотим ускорить, чтобы это не тянуть на долгий ящик. И когда у нас уже готовый проект будет, готовая ПСД, проектно-сметрная документация на коммуникации будет, я думаю, по линии, по программе ДКБ, дорожной карты бизнеса, будут выделяться деньги на строительно-монтажные работы. На первом этапе в этом году руководство города намерено сотрудничать с девятью компаниями. У бизнес-сообщества уже есть предложение для улучшения условий на индустриальной зоне. Нам бы вообще хотелось бы обратиться по поводу того, чтобы провести газ, потому что газовая магистральная линия проходит мимо нас. Мы как-то первоначально обращались, но в общем-то там первый запрос на проектирование ее, вот он оказался несколько неподъемным. Поэтому если какие-то помощи со мной в государстве существуют, и какие-то поддержки, да, долго очень неплохо, что касается. Мы сами начали уже приглашать именно вот те, которые активные инвесторов, активных собственников земельных участков, и предложили им, чтобы они совместно с нами разработали проектно-сметрную документацию на газоснабжение, на электроснабжение и на водоснабжение, также на водоотведение. Ну, они с нами сегодня согласились. Объем промышленного производства за прошлый год в индустриальной зоне Арна составил 12 миллиардов тенге. В текущем этот показатель вырастет в разы. При благоприятных условиях к концу года в Капшигае появится ряд крупных компаний фармацевтической и пищевой промышленности. Азаджумаханов, Степан Мережко, телекомпания «Жетасу». Капшигай. О наболевшем с радостью. Единственная средняя школа села Касымбек, Жамбылского района, расширится еще на 300 мест. А это значит, наконец, решится наболевший вопрос трехсменок. Благодаря дорожной карте занятости тысячи сельских ребят будут обучаться в современных условиях. Светлое время суток. Дефицит ученических мест – одна из главных проблем средней школы села Касымбек. Более тысячи учащихся до сегодняшнего дня занимались в три смены. Теперь ситуация изменится. Один миллиард 320 миллионов тенге выделено главой региона для расширения данного объекта образования. Более того, в новом учебном году в школе появятся своя собственная столовая, спортивные и актовые залы. «Строительные работы начались в январе этого года. Пристроить здание еще на 300 мест, к имеющемуся 500 – это то же самое, что построить новую школу. Согласно плану графику, завершение было намечено на конец года. Однако по запросу заказчика постараемся сдать эксплуатацию в середине августа. На сегодня выполнено около 40% работ». В самом разгаре капитальный ремонт еще на одном объекте образования Жамбылского района. Средняя школа имени Абдиразака Мами в селе Кызласкер построена более 15 лет назад. Учатся в ней почти 100 детишек. Несмотря на небольшой срок эксплуатации, объект образования не совсем соответствовал современным стандартам. «Так как это район, естественно, есть и аулы. Но несмотря на отдаленность населенных пунктов от районного центра, мы стараемся создать для школьников все комфортные условия. Для ремонта данной школы выдали нас свыше 250 миллионов тенге. Здесь будет меняться все – и линолеум, и окна, и двери, и парты. То есть школа родится заново». Еще одной немаловажной проблемой образовательных учреждений являются туалеты. Практически во всех школах района они находятся на улице, что создает для детей неудобства в зимний период. Для решения данной проблемы в этом году из госказны выделено около 100 миллионов тенге. Теперь 25 школ Жамбылского района уборные будут обеспечены внутри заведения, что создаст более комфортные условия для учащихся. Ровно 100 физкультурно-оздоровительных комплексов поручил построить первый президент Казахстана до 2022 года. Свою инициативу Нурсултан Азарбаев подкрепил финансами и выделил личные средства на строительство первого комплекса. В прошлом году он уже начал свою работу. Спортивное сооружение в селе Шамалган Карасайского района может удивить каждого. Причем как своим внешним, так и внутренним обликом. В нем созданы все необходимые условия для местных ребят. Все соответствует мировым стандартам. Уже скоро аналогичный комплекс появится в селе Карабулаке из Кельдинского района. Здесь работы уже завершены на 85%. По плану здесь расположится футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также залы для единоборств. В прошлом году начали, в сентябре. Теперь по срокам октябрь должен быть в этом году, в текущем году. Но собираемся закончить к концу августа. Почти основу все здание завершено, полностью кровля сделана, внутренняя отделка сделана. Осталось только чуть-чуть отделочной работы. И окна надо оставить, и фасадная часть, передняя часть осталась, сэндвич. И благоустройство осталось. По стадиону уже средству сделали. Но там тоже есть работы на полтора-два месяца. На сегодня строительство физкультурно-оздоровительных комплексов ведется сразу в семи регионах – Раймбекском, Искельдинском, Балхашском, Кукцузском, Уйгурском, Карасайском и Аксузском районах. Уникальные в своем роде архитектурные строения сдадут в эксплуатацию уже к концу текущего года. Наша приоритетная задача – создание всех комфортных условий для подрастающего поколения. Совсем скоро, как вы знаете, планируем открыть семь современных ФОКов, четыре из которых в рамках программы АОЛ Ельбисыга. Думаю, это поможет взрастить немало будущих чемпионов. Каждый из объектов находится на личном контроле Акима области Аманда Кабаталова. Мы, как профильное управление, на постоянной основе проводим осмотр строящихся комплексов. Для поддержки молодежи на селе по поручению главы региона к 2022 году планируется возвести современные спортивные центры уже во всех районах и городах Алматинской области. Азаджи Маханов, Айдос Калиев, Телеканал ЖТСУ. Почти пять дней пожарные боролись с возгоранием мусора на полигоне твердобытовых отходов в Елийском районе. Сегодня в два часа дня пожар полностью локализован. Огнеборцы работали круглосуточно. Тушение осложняло глубина тлеющего мусора. Порядка 10-15 метров. Сейчас осуществляется тушение путем рекультивации и засыпки тлеющей массы. С момента возникновения пожара на полигон сброшено 5,5 тысяч кубометров воды и завезено свыше 25 тысяч кубометров грунта. Были привлечены 100 человек личного состава, 40 единиц техники, в том числе вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Продолжаем выпуск. С нынешнего года подразделение оперативно-спасательного отряда на побережье озера Лаколь будет отвечать не только за сохранность на воде, но и за пожарную безопасность. Пока что здесь открыли пожарный пост. В ближайшие годы будет построено и самое настоящее пожарное депо. Рассказывает Антон Хатиновский. Раннее утро, а спасатели уже на построении. Именно с него начинаются их рабочие будни. В первую очередь руководители доводят до сведения текущую ситуацию с ЧАЭС на вверенной территории и озвучивают основные задачи. В очередной раз тщательно проверяется все спасательное оборудование. Особое внимание к водолазному снаряжению. Именно им чаще всего приходится пользоваться. Под постоянным вниманием и водной акватории Алаколя, славящегося своим непредсказуемым характером. В любую минуту, даже в ясную погоду, здесь может заштормить. С тем, чтобы не допустить гибели людей на воде, вдоль побережья практически круглосуточно бороздят спасательные катера. Внимание всем, патрульный группа! Выезжаем на патрулирование по бережью озера Алаколь. На озере Алаколь часто бывает, что дуют сильные ветра, что способствует явлению больших волн. В этот момент подразделения спасательные ошляют в обязательном порядке рейды для недопущения гибели людей на водах. В целях также обеспечения безопасности в данный момент устраиваются буйки, которые обозначают границы заплыва людей. Уделили внимание в этом году и пожарной безопасности, в связи с чем оперативно-спасательный отряд в селе Акши усилили двумя пожарными машинами. Пока что на летний период. Учитывая близость воды и строений, тушение можно вести с двух направлений. Мотопомпы установлены на катерах. Спасателями Алакольского региона в 2019 году спасено 46 человек. Летальных случаев с гибелью людей на Алаколе в период прошлого купального сезона не зарегистрировано. В году текущем станции села Акши было совершено 4 выезда, в том числе и на спасение людей, попавших в снежные заносы. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Алакольский район, при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. Столичные бизнесмены обмана получили финансовую помощь от государства. Путем предоставления несоответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техобслуживанию оборудования, они незаконно получили возмещение на 118 миллионов тенге. Указанная помощь от государства была предназначена для поддержки малого и среднего бизнеса, то есть для возмещения затрат, и как следствие снижения себестоимости товаров, работ и услуг. Приговоры Мессильского районного суда города Нур-Султан предприниматели признаны виновными по статье «Мошенничество». Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому. Суд также постановил взыскать в пользу Казахстанского центра индустрии и экспорта 118 миллионов тенге и пошлину в доход государства по 1 миллиону 770 тысяч тенге с каждого. В Алматинском зоопарке за этот год появились на свет сразу 70 детенышей. Работники парка нынешним летом еще ждут пополнения. А буквально неделю назад в семье краснокнижных пятнистых оленей родился здоровый малыш, имя которому дадут казахстанцы. Зоопарк даже запустил специальную акцию на своей странице в соцсетях. Сейчас в Валере обитают 4 самки, 2 самца и эта малышка. Ей среди взрослых пока скучно, но совсем скоро у нее появятся друзья-ровесники, с кем можно будет и поиграть. Еще три пятнистых оленей ждут детенышей. Примечательно, что именно в период карантина в Алматинском зоопарке наблюдается настоящий бэби-бум. В Павлодарской области временно приостановил работу курорт Баянаул. Пляжи и все дома отдыха вновь закроют уже сегодня ночи. Такое решение принято постановлением санитарного врача Баянаульского района. По данным санэпидемиологов, уровень заболеваемости там превысил допустимый порог и составил 33%. Нельзя будет купаться на всех четырех озерах – Жасбай, Сабандколе, Торайгари и Бержанколе. Напомним, до сегодняшнего дня некоторые дома отдыха на курорте Баянауль уже работали и принимали гостей. Особенно многолюдно там было в минувшие выходные. С решением о закрытии руководители тура объектов не согласны. Со своей стороны они готовы усилить контроль за соблюдением санитарных норм, чтобы минимизировать убытки от простоя. К другим темам. Награда за знания и усердие. В список 100 лучших студентов Казахстана вошли двое будущих экономистов из Талдыкургана. Юноши сейчас обучаются в ЖТСУском государственном университете имени Ильяса Жансугурова. Азар Жмаханов продолжит. Лучшие из лучших. Лидеры 21 века. Именно так можно отзываться об этих молодых людях. В этой книге биография лучших студентов страны за 2020 год. И весьма отрадно, что среди них двое из Алматинской области. Мирас Алпаспаев и Уалихан Есалиев. Их портфолио высоко оценила Республиканская комиссия Министерства образования Республики Казахстан. Для меня большая честь быть в числе лучших студентов Казахстана. Это благодаря нашим педагогам и учителям, которые, несмотря ни на что, продолжают нас обучать новым знаниям. И несмотря ни на коронавирус, несмотря ни на карантин, они в онлайн формате обучали нас. Наши занятия беспрерывно проходили. Это заслуга, это победа. Прежде всего, их труду. Мирас Алпаспаева в стенах университета знают практически все. От первокурсников до преподавательского состава. Активист вносит неоценимый вклад в развитие вуза. За годы обучения не раз признавался победителем и призером различных областных и республиканских олимпиад и дебатов. В свободное время увлекается чтением, что помогает ему в учебе. Общественная работа учебе не мешает делиться с нами юноша. По всем предметам у Мираса отлично. Он надеется закончить университет с красным дипломом. Постоянно он у нас активно участвует в различных мероприятиях университета, факультета. Один из самых лучших. Желаю ему творческих успехов в дальнейшем. Мы ожидаем от него самого лучшего. За особые заслуги студентам «Жигу» имени Ильяса Жансугурова от имени Министерства образования присвоены нагрудные знаки и специальный диплом первой степени. Помимо этого, их портфолио опубликовано в сборнике лучших студентов Казахстана. Азадж Маханов, Аблай Кутукпай, телекомпания Ажатасо, Талтыкурган. Испания открывает границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. С этого же дня будет отменен карантин, введенный ранее для всех прибывающих из-за рубежа. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, будет решаться вопрос об открытии границ с государствами, которые не входят в состав Евросоюза. Испания выходит из карантина жесткого, но власти призывают туристов и владельцев отелей соблюдать меры предосторожности после новой вспышки заражения коронавирусом в двух больницах в Бильбао и на фабрике в Тарагоне в Каталонии. Италия, Франция, Германия и Нидерланды подписали соглашение с компанией AstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первые партии препаратов должны поступить заказчикам до конца нынешнего года. Об этом на своей странице Facebook сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Спиранца. Он уточнил, что речь идет о разработках Оксфордского университета. В настоящее время идут испытания вакцины, которые завершатся осенью. На сегодня, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 миллионов 550 тысяч человек. От COVID-19 скончались более 420 тысяч четырех человек. В борьбе с эпидемией коронавируса власти ЮАР делают ставку на поезд надежды. Он циркулирует по восточной Капской провинции. Находящийся на его борту медперсонал тестирует население этой одной из беднейших провинций страны и при выявлении случаев заражения немедленно оказывает помощь вплоть до госпитализации. ЮАР сегодня занимает первое место в Африке по числу заразившихся – 61 927 человек. От COVID-19 здесь скончались полторы тысячи пациента. Всемирная организация здравоохранения не скрывает беспокойства резким ростом числа случаев заражения на африканском континенте. Эксперты в ВОЗ ожидают пик эпидемии в ближайшей неделе. Для казахстанских спортсменов апрель и май запомнились длительным отдыхом с легкой тренировочной нагрузкой. Теперь занятия вступили в активную фазу. Правда, соблюдение максимально санитарных норм. Добиться лучшей формы намерены и лучники Олимпийцы ЖТСУ. Подробнее в сюжете. Стрельба из лука – олимпийский вид спорта, только обретающий свою популярность в Казахстане. Существенный вклад в его рост вносят мастера спорта международного класса Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдулин. Представители Алматинской области в прошлом году завоевали лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио. Как известно, старты перенесли, но это не повод расслабляться, а дополнительное время отточить мастерство, считает тренер Олимпийского резерва. Готовимся на Казахстан, на чемпионат Казахстана по полной программе, потому что, насколько мне известно, август-сентябрь уже хотят проведение сделать. Чемпионат Казахстана у нас будет проводиться в Талгаре на базе АИБа. У нас там сделали базу специализированную для стрельбы из луководка, хотят первый раз провести там. И, соответственно, подготовка идет и молодежной сборной, и кадетской сборной, и взрослой сборной, потому что потихонечку все открывается. За гранд поездки у нас пока неизвестно все под вопросом. Это, конечно, зависит от международной федерации нашей. Как и другие спортсмены, Денис Ильфат и Санжар сделали вынужденный перерыв на два месяца. Работали в полсилы. В домашних условиях из лука не пострелять, но на укрепление мышц и основные нормативы работали. Как результат, сейчас спортсмены физически готовы на 100%, а вот техническая составляющая на уровне 80% от пиковой формы. Время есть, нужно наверстать упущенное, отмечает Ильфат Абдулин. Тренерский состав работает, план составили, идем четко по плану. Ну, сейчас Олимпиаду отменили, как все знают. Это для нас очень такое серьезное испытание, можно сказать. Ну, мы спортсмены, мы к всему должны быть готовы. На следующий год планируем сейчас отработать, чего не хватило, какие у нас недочеты есть в техническом плане, в психологическом плане. Будем работать над этими всеми отработками. И к следующему году, я надеюсь, подойдем отлично к Олимпиаде. Сейчас ни перепады погоды, ни осадки не могут отменить тренировку. Лученики готовятся по несколько часов в день, пять раз в неделю. Олимпийская дистанция 70 метров. И каждый выстрел должен быть в яблочко. Илья Манрайбеков, Жарком Шантаев, Осидий Симбек, телеканал ЖИЦУ. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова